Приветствую вас. В первую очередь мне бы хотелось обратить ваше внимание на то, что вы не задаёте свой вопрос. То есть вы ничего не спрашиваете у нас, у специалистов, вы ничего не выдвигаете в качестве своей вопроса, в качестве своего запроса. Вот и это наводит на определённые мысли. В первую очередь на мысли о том, что может быть вы и не хотите особо что-то менять. То есть да, вопрос вы задаёте, да, у вас это в какой-то степени беспокоит, но вопрос вы не задаёте. А вот этот вопрос очень важен. Итак. Я девушка, 30 лет. Выгляжу на 16. Вы знаете, вот я когда читал ваш текст, я сейчас может быть скажу несколько такую банальную вещь. Вот. Но мне кажется, что это довольно важный момент. Я когда читал ваш вопрос, я не мог избавиться от ощущения, что вы говорите как бы не совсем а то. То есть да, вроде бы всё понятно, чисто вот, чисто вот, внешне вроде бы всё понятно. Но при этом складывается такое ощущение, конечно, что вы всё-таки немножечко о другом говорите. Я думаю, что основная проблема здесь связана именно с тем, что вы считаете себя маленькой. Вот. То есть это такая вот более, я бы сказал, глобальная трудность, что вы считаете себя маленькой. И вы позиционируете себя вероятнее всего, как маленькую. Вот. И не принимаете именно свой возраст. То есть у вас проблема, что вы выглядите на 16. Ну, худоба, худоба связана как мне. Кажется, худоба связана с этим напрямую. То есть это вот взаимосвязанный момент здесь. Хотя, опять же повторюсь, вы можете со мной не согласны быть здесь. Вот. То есть я бы спросил вас о том, насколько вы принимаете, если принимаете свой возраст. Пытаетесь ли вы быть взрослой, ну казаться быть взрослой. Да, если пытаетесь, то как бы почему, для чего и так далее. То есть это такие вот достаточно важные моменты, как мне кажется. Вот. То есть повторюсь, здесь, по моему мнению, проблема исключительно возраста. Так, опять же, вот того, чтобы вас обесценивают и не уважают, может быть, вас по той причине, что вы не цените себя. А не цените себя за свой возраст. Как раз. Таким. Вот. Так. Дальше. Начинаем с возраста, ну так, значит, рост 160, вес 45 кг, миниатюрная худая. Это всегда было моим комплексом и с детства. Ну, смотрите. А худаба? Вообще, худаба имеет как генетическую предрасположенность, так и психологическую. То есть это нужно понимать, да, это нужно понимать, что существует различная природа габидарных характеристик человека. И тот факт, что вы худая-худая и миниатюрная, с одной стороны, может быть связан с конституцией вашего тела, а с другой стороны, может быть связан и с чисто психологическими моментами. Какими? Например. Ну, например, тревожность. То есть, например, тревожность. Например, страх. Например, постоянная внутренняя борьба. Ну, ваша постоянная внутренняя борьба. С самой собой. Допустим. Допустим. Не обязательно, что это так. Это ощущение угрозы. Ну, в принципе, то самое, что и тревога, да. Только такое более, более превентивное. Ощущение угрозы. Ощущение опасности. Ну, постоянное чувство опасности. Нервные переживания по поводу чего-либо. Чувствительности повышенного. Постоянный повышенный тонус, то есть, умение расслабляться. Тяжелые переживания конфликтов, например. Ну, любого, абсолютно любого конфликта. Адам. Принста. Адам. Принста. Адам. Адам. Вот. И, соответственно, это то, на что нужно обратить вам ваше внимание. Поэтому именно у худобы вашей есть в первую очередь свои основания, вот, и с этими основаниями нужно работать. Кстати говоря, может быть из-за возраста. Часто худоба является следствием желания человека спрятаться от проблем каких-то. Да, то есть желание оказаться меньше или просто сына, эм, ну, себя сына, что я маленький, что я незначимый и так далее. Вот. То есть это такой тоже специфический момент немного. Вот. То есть тут очень важно. Ну, как я и сказал, худоба связана с возрастом, вот. А вот вот, как, например, следствие в какой-то выгоде, то есть вы не взрослите, вы не становитесь более зрелой в каких-то моментах. Здесь очень важный момент. С чем это связано? То есть, с чем связано? То есть, по-вы, не взрослеет. Тут интересно. Главное. Люди не хотят взрослых по разным причинам. Я сейчас, наверное, не буду на этом заострять внимание, но просто скажу, что разные могут быть причины совершенно. Ну, вот. Ну вот. Ну, я сюда достоин, наверное, оторголицаом каком оваж. Сейчас в себе это страх от ответственности. Такая шипкая. Вот. Желание угодить... эм, ну, ну, родителям. Желание угодить родителям. Потребник. Такая. Гаста от родителей. Ну и так далее, то есть рэндов достаточно много, здесь может быть вот. Дальше. Еще, на что я хотел бы обратить внимание ваше, это на то, что вот вы пишите, что мне говорили какая худая, но всегда краска, краска, суждение, жало, так чтобы это дразнило. Посмотрите, вас это задевало, вам это неприятно, во-первых, в первую очередь, чем, да, как вас это задевает. Понимаете, ммм, чтобы вас это задевало, нужно, чтобы вот то, что, ну, люди говорили, чтобы то, что они, ну, то, что они демонстрировали, не соответствует тому, что вы сами о себе думаете. Вытаскивают на фред, а вообще, ммм, ну, ваш гибкость, эмм, формально. Так, я бы сказал. То есть, вот, в чем здесь, собственно, проблема, ну, вот, из чего здесь, собственно, строгность наверняка, а не гибкость мышления связана с вашими предпочтениями, предпочтениями, которые выявят, ну, как бы выбирает его. И предпочтения, ребенок, ребенок может предпочтения взять, а только от своих родителей. То есть, получается, таким образом, что ваши родители как-то, я по capabilities от ruled, к тому, что сто... �, во все поищенные болезни получается, ну, восприняли эту ситуацию тем, что вам говорят. Говорят. Вопрос, который вам нужно рассмотреть, вам звучит так, с какими, с какими, с какими вы столкнулись с противоречиями? Ребята, что вам неприятно, а волна и обидно. Из-за того, что вам говорят, люди, здесь как бы несколько более глубже можно спросить. И здесь, скорее всего, мы говорим про некие ожидания родителей, про некие конфликты родителей. Например, внешне родители могут говорить, не обращая внимания, но если его, эта ситуация как-то задевает, если вы видите, чувствуете, скорее это не видите, а чувствуете такую вот, ну, может быть, неприятность родителей, неприятность, неприятность. родителей, а родители, значит, что, это принятие родителям, а, того, что происходит. Вот. Допустим, допустим, не принять родителям того, что происходит. то, конечно, вам тяжело будет. Это, вне всякого сомнения, вам будет тяжело. И здесь нужно учитывать этот осторожный, а если не аспект. Обязательно. Учитывать аспект. Обязательно. Учитывать аспект. Вот. Это, это, такой момент. То есть, как-то, ваше восприятие того, что говорят другие люди, связано с вашей готовностью к этим людям. Прислушиваться. А поскольку первыми такими людьми являются именно родители, то получается, что именно вы на действия с ними, опыт вы на действия с ними, и переносите уже в общине с другими людьми, в частности, с вашими завистниками, с вашими завистниками и так далее. Ага. Теперь все. А кто? А каким образом? А может. А. Ну. А. А. А, а то. А. Человек. А. Ам. А. А active. А, то есть, каким образом происходит давление на человека. А. Ам. Почему у человека заговора «братят» вообще? Это связано с тем, какую информацию о себе человек представляет, что он думает о себе. Например, как он себя воспринимает, например. И если вас дрожнет за вес, как вы говорите, то вполне вероятно, что уже к тому времени вы себя не понимали полностью. Все связано это может быть только с тем, что вас не принимали ваши родители полностью. Именно они не научили вас безусловному принятию себя. Из-за чего вы сейчас скажем так и испытываете серьезные проблемы. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Значит, поддальше. Взрослее я поняла, что бороться с комплексом в голове бесполезно. Ну, здесь не совсем так, конечно. То есть, я бы сказал, что именно бороться с комплексом бесполезно. Именно бороться. Вообще, с какой-то степени бороться действительно не нужно. Вот именно бороться. В государинский-серкоприческое с комплексом. Ну... Ну... Мне кажется, что было бы... в том, что это было... Висимо... С телефон... Висимо... Штали сатворен... Штали сатворен... Штали сатворен... Воскому в Tejo... Воскоприку... Я не могу постараться его раскрыть, просто раскрыть, раскрыть этот комплексился, просто раскрыть его. Это было бы куда было более аппарателем, просто выправить, это не какой-то смысл. Но с другой стороны, опять же, вы можете говорить достаточно хорошие вещи, но не всегда понятно, что вы понимаете под этим. То есть, вот, что вы понимаете под тем, чтобы предстать бороться и не обращать внимания. Я думаю, что вы понимаете, что вы понимаете, что вы понимаете. Ну, например, отказ. Вот, как-то вот. Ну, от понимания себя может быть и так далее, то на этот путь некуда совершенно. Вот. На мой взгляд, по крайней мере, это путь в никуда. Вот. То есть, с этим нужно разобраться. Обязательно. Все-таки нужно поработать с тем, вот, именно как вы, значит, к этому относитесь. Дальше. Значит, эта ненадумная проблема, она реально существует. Я брать в никуда, я буду бороться с тем, что этот комплекс вызывает. Именно за различную худобу и нет. Позицию ведет никуда, потому что худоба – это не причины. Это, скорее, некая простодальность. Вот. Да. Просто данность. Вот. Ну, в определенном смысле, это просто данность. И все. Ага, вот. Вы же, получается, этот данность отвергает, ну, это никакой не… не лучшая идея, на мой взгляд. Ну, какой-то вот данность, да. Вот данность, да. Вот данность, да. Это часть вас. И крайне важно понимать, что это именно часть вас. Так что здесь, к сожалению, ваш выбор, ну, далеко не лучший и далеко не… эм… негумерный по отношению… ну, к вам… к моему большому, к сожалению. И все. И мне, это… у меня довольно неизбеждая. Сто... Хочется сказать, что-то... Именно... Варьба Сервоз 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 Варьба И Варьба Пытается Пытается Цеть 12 Какая штука А вот А борьба это что такое? Это Подавление В сверхней степени Вот Вот это Принуждение Это Вставление Себе Себе Того или иного Да? Вот А бороться не нужно Какой же Возьми момент Бороться Чтобы что? Бороться Для чего? Зачем? Вы говорите Это мешает Платинез Платинези А Кояна Эт Платинези Стояна Прит Прит Лават Платинези Как Вы Сами Ну Ее Воспринимается Это полноценная жизнь Как Что это такое? Это В принципе Очень Важный Момент Потому что О Платинези Живи Говорят Многие Люди Но Не все Понимают Что Это такое Вообще Именно Платинези Вот Больше Так Все Внимается Видно Внимается Внимается Кто Происк Тебе Тебе Внимается Угольный Или Супер Просто Научил Да Значит Люди Говорят Вам Указывают Вам Потому что Вы Себя Так Чувствуете Это Первое Значит, уколка вам хочется сказать что-то от агрессии. У вас агрессия не выражена, может быть, в том числе своим родителям. Кум в горле – это стравичка «Себя сдерживать». То есть, вы натурально привыкли сдерживать себя. Вы натурально привыкли не позволять себе привелять твои числа. И с этим я бы, наверное, тоже поработал. На это я бы тоже обратил какое-то внимание. Ну, важное внимание, вот, потому что открытное внимание, точнее, потому что вот этот вот комп в горле – это, конечно, достаточно серьезно. В том плане, что вы не можете выразить, выражать свои чувства. Так, дальше. Все это вылезло в дикую неверность. Себе вселенное приобщение с незнакомыми людьми из-за что я проглатываю какое-то неважительное решение. Я думаю, некоторые люди видят, что я зашел, постесняюсь, боюсь, боюсь, могут позволить себе зашел меня саму заботиться. Ну, интересный момент не в том, что они могут себе позволить, а здесь момент в том, что делаете вы, что я буду, что я дикую неверность, что там есть ответ, что там есть конфликт. И, как бы, там мотивация, в которой вы обещаете в людьми, в которой вы не надеете в людьми с людьми. Очень важно, что это слово обещает в людьми. Почему так важно обещать в людьми? Вот это крайне важная история. Если ваша называция, ну, вообще, в людьми, связана с, ну, например, с потребностью что-то доказать и, да, то, естественно, это тяжело. Хоть трудно это было. Это правда. Но если вы общались с людьми для каких-то других целей, например, у них есть? Например, чтобы ее завершить то- что-то аминьсыраевым. Например, чтобы ее завершить то- что-то было нружное. Например, эта приказка в своих глазах. Ну, совсем другую разговор, в таком случае, это уже совсем другая сторона, и очень важно об этом обовать себя от счет, для чего я общаюсь с людьми, почему меня волнует, что они могут самоутвердиться, но каждый решает свои проблемы за счет другого, к сожалению, к сожалению, это правда. То есть, как вас это задевает, опять же, чем вас это задевает, если это задевает. Так, очень важный момент, как мне кажется, добавляю себе достаточно много лишнего вашего взаимодействия с людьми. Так, эм, дальше, значит, еще есть момент, у них идет борьба с этой стороны, я знаю, что у меня симпатичная, меня уважают, у меня все что-то не люблю, я думаю, что люблю, поэтому, поэтому, у меня так вызывают, нигде это комментарии. Нет. Нет. Эм, нет. Ага, если бы вы себя любили, что комментарии, то вас не забирали. Ровным счетом никак, потому что любовь к себе, она подразумевает, как и в общем и целом казалось моих коллегам, при чем безусловно, при чем безусловно, при чем безусловно, при чем безусловно, при чем безусловно. Вот. Понимаете, как в чем дело, вы себя безусловно не принимаете, поэтому вам заделать для этого комментарии, потому что от комментариев других людей вы хотите, эм, для того, чтобы не получить то, чего вам не хватает. Эм, сами безусловно себе. Знаете что я делал. Так что, боюсь, я боюсь, что о любви, эм, здесь разговора не идёт в принципе вот на колоннад вот большая большая Аммм... Квелеси аспект. Но... Катарий бам... Ну, как бы... Квелеси аспект. С другой стороны, из-за невежневерности будь то, что ты соглашаешь на меньшее считаю, что недостойно чего-то. Тихнее зайти в дорогой ресторан или магазин, если есть возможность чем-то воспользоваться в эту неделю и не стану отстаивать свои права. Например, будь то, кто сломан и кондиционерваты или хотела, что-то я подозрала в этом году и на нем истинно-рогатс, и это подорога на полудрэкан и подорог. Пусти на, ам... Роганза. Роганза. У меня Роганза. У меня я вене 2019 год. У меня Роганза. У меня Роганза. У меня я вене 2019 год. Камстану. А рукает в виду, и сго, хороше. Невердет. Юно, рукает. Рукает ва. Юно, А вот. как-то грамотно отстаивать свои права, да, это безусловно очень важный момент, чтобы вы отстаивали свои права. Ну, делали это максимально адекватно, ну и про достойнство, вот то, чтобы говорить о ощущениях, что я чего-то недостойн, там, и так далее, вот, ну, на мой взгляд, это довольно такой серьезный показатель, потому что вы будете с чем-то в себе, вот, на мой взгляд, это показатель и, ну, старостовый, а, ну, как-то. Вот. А знаете? Спекта я наставить его в городе, там ли? То есть, вы, сегодня, когда-то. И на мой взгляд это большая проблема для вас, на мой взгляд. Эм, почему, так, ну ответ достаточно простой, потому что, как раз, такие же, ну, непринятые в себя, да, такое вот неполное сомнение, допущение, допущение, допущение сомнений относительно того, что вы можете быть чего-то достойным. В этом, конечно, круглится проблема, потому что условия, вы выдвигаете сами себе условия, ставите себе эту условию, а потом получается так, что вы пытаетесь им соответствовать. Вот. Ну, это, конечно, не получается в полном мире. Ну, условия всегда, всегда слишком, ээ, ну, слишком, зависит. Вот. Ну, условия всегда, слишком, ээ, ну, слишком. как я сказал, высокие. Самое главное условия предполагают наличие у вас изначально проигрышной неравной позиции. И вот откуда вы к этой позиции пришли, да, очень важный момент, как вы к этой позиции пришли, вот. Почему вы к этой позиции пришли? Ну, вот. Ну, что, процент подсказывает самом, вот, что нечто подразумевает общение, но мне, сколько страх на верность при общении с вектором и взглядом краснеет трясутся руки. Потому что люди могут вас, значит, как бы так сказать, что люди могут вас отсоценить, вот, этого выбрать, как я думаю, вот, люди могут вас отсоценить, выбрать и, собственно, в этом слове. Здесь нужно, в первую очередь, наверное, посмотреть на то, как вы взаимодействовали, вот, на каких основаниях вы взаимодействовали, и дальше уже решать, дальше уже думать. Сейчас вы общаетесь с людьми только для того, чтобы что-то доказать себе, вот. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. на этом все, я полагаю. Надеюсь, что он помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ваша ситуация будет разрушена самым лучшим образом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...